Hi my students! Сегодня мы опять проверим матрицу Пифагора на примере вот недавно скончавшегося председателя кубинской клубы Фиделя Кастро Фиделя Александра Кастро Рус вот хотя везде написано что он на девяносто первом году но это на самом деле не так в википедии разъясняется и в других местах разъясняется что настоящего год рождения 27 не 26 27 то есть он 89 лет на девяностом году скончался это связано с тем что вот родителей подтверждает тоже сестры его что ему прибавили год чтобы он раньше пошел в школу чтобы раньше он пошел в школу таким образом утром он родился 13 13 августа 1927 года Фидель Кастро а представился значит как сообщили 25 ноября этого года 2016 то есть на восемьдесят девять лет на девяностом году какая его психоматрица по Пифагору опять же рассмотрим вот смотрите на самом деле значит 13 8 27 вот видите 4 единицы 4 единицы тут две двойки две тройки четверка вот его психоматрица мы разберем сейчас подробнее что это значит психоматрица в общем то не очень вот здесь вот 5 единиц это самодур самодур ну на самом деле был такая черта в характере это самодур что вот значит 5 единиц это диктатор диктатор тут не отнять самодур ради своей идеи может пустить по ветру миллионы человеческих жизней идет по трупам настойчив в намерениях своих и настойчив вместе хорошо приспосабливается обладает манией почти всегда обладает манией ну какая мания величие ясно привязан своим детям вот здесь надо сказать что ну предыдущие все совпадает диктатор да он как предыдущий диктатор с которым он боролся там батиста по моему был вот сверх батисту и такой же стал батистой диктатор владелец островов заводов пароходов и дворцов квартир ферма черепашья там была у него на острове но об этом мы потом с вами поговорим ну к детям до детей у него было много по крайней мере до чего одна из его дочери который кстати работала в цру она сообщила что у нее семь детей по ее подсчетам насколько на самом деле никто не знает потому что не такую веселой жизнь он поддерживал что мы посмотрим дальше по психоматрице у него две двойки вот психоматрицы это энергетика с двумя двойками обычно бывает врачами хорошими прекрасными врачами призвание его настоящей медицины то есть если бы он был медициной был светил и медициной мировой медицины при прочих данных при прочих данных которые у него заложил заложил от бога природа две тройки склонен к научным исследованиям имеет аналитический склад ума применительно еще вот медицина данная здесь медицинская наука вперед казалось бы да человек для этого был потерян ну то есть нету не своей тарелки опять играл вот он по пути самодурства пошел дальше четверку у него здоровье среднее надо было закалять плавать бегать и так далее тогда бы он под старость не был разваленный а тут вот его призывает к этому к спорту а он курем занимался курем да потом хорошие это венцода девушки вот поэтому он под старость стал почти разваленный долг долгие годы вот так редко выводили люди это уже достижение медицины позволили вот в том числе и нашей советской медицины вот там поддерживала четвертое главное управление наше это довело до 90 лет благодаря часу наверняка как говорится он должен спасибо часу говорить дальше у него нету логики ну действие вот действительно иногда нелогично потому что вот не идет по своим склонностям которые у него есть а он идет по другому пути делает много ошибок ну естественно потому что он завязан был во всех государствах он везде лес везде направлял своих боевиков он боролся стремился тот троцкийский социализм которую воспитывал насадить по всему миру борьба за мировую революцию как у троцкого дальше шестерок нет у него значит он пришел на землю получить ремесло и для этого вот для получения ремесла по карьере вначале ему надо было физически трудиться но он не любит физический труд хотя в общем то невзирая вот на эти препятствия он способен на высокие на большие поступки на серьезные поступки семерка есть у него везение живет легко но удачу ему приходит в результате творческого труда творческий труд какой у него был везде таскал с собой книги маркса и ленина стальна троцкого и всех других когда он сбежал оттуда с острова из-за преследования этого воздействия захватил с собой чемодан книг и еще связка книг в руках было никакой больше вещей у него не было кроме этих книг вот это вот трудолюбие творческий труд вот дает ему вот этот успех дальше что мы видим восьмерку у него есть наделен чувством долга и предельно добросовестен ну вот за это его уважают все мировые лидеры при свое как говорится соболезнование семье прислали именно за это за то что он предельно добросовестен и ближайшем окружении на международной арене две девятки у него умен от рождения но не любит учиться хотя он учиться любил но не не тому учиться что их у него было заложено надо было не марксизмом троцкизм заниматься а медициной учиться медицине а вот он пошел по легкому пути потому что медицина гораздо сложнее чем вот это вот фразеологии трипологии это одурачивание массы и вот кроме того ему все легко дается и независимость у него есть и чувство чувство иронии иронии у него было это все отмечают чувство иронии не мешало ему вот продвижению вперед по значит по диагонали по вспомогательной диагонали а у него тройка это как говорится темперамент секс может иметь близость каждый день но может и подождать ну там было в тюрьме он сидел он писал письма влюбленные своей первой жене невесте своей первой цель цель целеустремленность у него семерка семь цифр матрица второй горизонтали во второй строке матрица у него 7 цифр значит завышенные цели много целей одновременно что тормозит движение вперед но это у него было у него было что он там ищи гевара и бы завязывала с другими странами там по всем по всем странам он до и до последнего и чавес этого поддерживал все всех он поддерживал эволюционеров социализм строю и везде направлялись отряды кубинских революционеров здесь же боевики были революционные отряды и все это распылено поэтому это вредило конечно общему делу вредило во первых вот кубинской экономики которых фактически не было там оба желанной дотации ссср вот это многоцелевик семья у него тройка мечется между желаниями создать семью и не делать это вообще вот первый раз он создал семью там родил ребенка одного потом он с ней развелся с этой сферы жена и дальше он уже не женился у него были уже гражданские отношения но с несколькими женщинами с одной пять детей пришел с одной женщины он прожил пять детей но кроме этого у него еще от первой женщины у него был сын он сейчас занимает хороший пост там в атомной промышленности учился здесь у курчатовском проходил стажировку руководил атомной промышленностью кубы вот такие дела детей значит много семь детей одна работала в цирру но очевидно не без его конечно согласия об этом потом говорю двойная даже тройная роли кастро и поддержка трех очень больших сил и позволила ему удержаться даже при кеннеди когда кеннеди направил войска в залив свиней в этот чтобы захватывать ну не свои войска вот кубинских добровольцев которые хотели там свергнуть режим противники кубинцев того что сам кеннеди своими войсками сша не поддержал это того что это для мировой общественности был бы вызов ну а сами кубинцы вот эти добровольцы они не справились более многочисленное ополчение противостояло вот этому заливу свиней вот таким образом это но я про это еще скажу скажу значит семьей так стабильность очень стабильный человек окружен привычками окруженного людьми которые вот он с братом с раулем он как начал с раулем так с этим рауль так после него и остался вот править губой то и кто дальше может быть кто из его семьи может быть там детей-то много может быть кто-нибудь из детей возьмется дальше править сейчас уже говорят а ну про раулем и может быть с вами это если будет желание напишите тут в комментариях я тогда проведу анализ по раулю но поскольку вот человека нет моего не ругаем а просто смотрим в какой тарелке он работал и смотрим как матрица пифагора относительно него срабатывает можем ли мы опираться на эту матрицу для того чтобы живым то людям помочь чтобы они не попадали в такую же историю когда дан талант явно человеку таланда а он по другому пути идет вот духовность у него семерка это перебор то есть он фанатик фанатик вот этого дела революции дает он фанатически предан был речи как будто бакунин читал бакунин был оратором в крупном он мог целыми днями читать лекции ребятам и кубинец он пятичасовые четырехчасовые лекции спокойно кормил баснями кубинский народ вместо яиц там 5 яиц месяц на человека и и зато речей куча вот басними он это кормил духовность фанатик мизантроп особенно людей не любил потому что дочка то вот алина алина дочка которых церута работает но работала может и сейчас работает она цель штате флорида вот она же говорила что он уже говорит я говорит ему вращалась когда и говорю ему что же у нас народ то так кубинский плохо живет что за бутылку шампанского там девчонка туристам дает там молодая она с ней ублажает туристов за бутылку шампанского до чего что горит народ давил давил он ей на то отвечает на этот вопрос и говорит что я же не могу сделать хорошую жизнь для каждого отдельного человека вот мы для окружения для тебя для этих для всех дел и для детишек своих сделок кстати говоря вот сколько у него детей он всем давал содержание и охранника как тому ребенку который знали что это точно от него незаконспирированный был он давал охране охранники имеется при каждом его ребенке то есть он своих детей любил но о чем психоматрица и говорит что вот когда 5 единиц это любит своих детей и вот духовность мы разобрались мизантроп и кстати говоря там малейший прыщ на его заднице его волновал больше чем судьба окружающих людей он сразу начинал это ну как медицину все вокруг себя собирать себя лечить это он любил у него была такая меланхоличность там и такой в панику сразу кидаться из-за малейшего прыща вот деньги насчет денег у него единицы то есть он вообще не хотел никогда это зарабатывать день уже у него отец был хозяин плантации ну хозяин довольно таки состоятельный человек о чем он и сам пишет что богатый человек и тем не менее он объединился вот с этими с батраками и против отца поднял восстание то есть он ему делал отца это даланчик у нас была свободна уже маркса читал и был крайне безбашенный человек один раз на спор он с товарищем поспорил сказал что я на велосипеде со ну со всей скоростью врежу в стену с велосипедом но тот ему не поверил поспорили там на что-то и он врезался после этого он лежал в больнице кастро то есть безбашенный человек кого-то из наших он напоминает голубенских товарищей я не буду говорить вот дальше деньги значит так у него не не важно это деньги ну и самооценка у него крайне самоуверенность это это ясно она и была у него она из него перла это вот такая вот психоматрица у него следует отметить что вот он много ошибок вот такая вот социализм такой вот как как у нас он пошел после хрущева хрущева этого кастра 61 году же хрущева была кастра пришел к власти как раз 61 году еще хрущев застал с ним обнимался и кстати говоря хрущев тогда сделал ставку на америку сша и в сша стал любить за полюбил там их не кукурузу и направил туда брата своего как заложника на пмж обратно чуть не член корр металлок по моему по металловедию какой-то крупный специалист по механике его брат хрущев публикации если здесь в интернете есть ли я ссылаться не буду найдете брат хрущев ученый сша до сих пор там они все живут эти и потомки эти этого брата все живут так вот связавшись с америка и в то же время с кастро и там завязка была кубинский кризис шантажировали друг друга кеннеди и хрущев вот и здесь конечно на на касты поскольку не у логики ты у самого-то у логики не было а у хрущева тоже вольтаризм они же ведь два собака пара только единственно хрущев меньше как говорится подвигов совершил на на женском фронте кастро больше на женском фронте подвига совершил ну вот а так вот он много взял плохого от этого хрущева когда пришел уже брежнев это уже застойные времена начались и здесь началось пропой советской власти уже окончательный пропой и международную самодостаточной страны была нарушена было введено международное разделение труда также вот по пояс голую начал по по франции рыбу ловить с удочкой как некоторые тут лубянские товарищи себя надежном показывают ловящими рыбку там где-то майами или где-то и также ведь это начал брежнев это начал свой торс показывать и перед бабами он любил тоже этот женский пункт вот с это и дальше разложение вот началось высшего оно началось при хрущеве и потом при брежневе просто но вообще полной аморалки достигла связи с кубой очень дешевые там было доступные девушки я говорю за бутылку шампанского можно было хорошо уговорить девчонку ну и там ломанули все наши туда тростник косите и все к снабжение было в основном рабочих даже посылали туда и миллиардами там десятки миллиардов долларов в год снабжали кубу и он уже до того привык что когда когда пришел уже власти горбачёв у нас он уже начал его горбачёв ты зарезал немного эту пайку пайку перед переполовинил и он уже начал горбачёв этот слабак говорит после него развалится страда но мы все равно как куба сохранимся независимое социалистическое государство ну что кроме советской власти его держала не только советского держал он создан был только для того чтобы это я уже сейчас свой взгляд точку зрения буду излагать свой взгляд и на кого здесь не ссылаясь судя по вот этому поведению он как помощь в развале советского союза был проектом а нб американских служб а нб там с игру и других подпольных и даже англии возможно и здесь они вместе действовали и плюс к тому же очень большая поддержка другой какой не был камен как вот говорит на ней дом то держит на четырех камнях трех камнях а дальше уже звено первое кладется и изба вырастает вот изба кубинского лидера на 1 камень это вот советской власти которая давала ему как это сиську как вот дойная корова его подала сиську этому кастро который сам зарабатывать не хотел но по психоматрице видно было что он медик он не производстве не производитель он потребитель в основном и здоровьем занимался медицину развил да она ему нужно было но это для личных целей далее второй какой камень вот я говорю вот вот это вот почему дочка-то цру перешла работать она же перешла с и без его участия спецслужб она переехала она как пишут у меня был говорит уже этот заготовлен испанский паспорт ягод наелась поправился хорошо разговаривал с костейским акцентом и спокойно переехал через ну в аэропорт приехал и поехала в испании сначала из испании в сша вот такие такие дела что это было все завязано и при этом тут вот еще хрущев начал с америкой дружить а потом они что-то с кеннеди там произошла размоку с кеннеди они что-то там артистки были завязаны вот эту киноартистка известная мэрлин монро была завязана наша разведка была завязана кубинская разведка кстати вот это на кубе какую-то учебу проходил проходил вот это вот освальд который стрелял в кеннеди ну там конечно он молодой был этот кеннеди все ему завидовали тем более он несколько сделал закидонов против фрс против решил вместо фрс сам деньги печатать вот это был вот второй камень ну и вот фидель кастро в этом случае он подыграл фактически военно-промышленному комплексу сша и с устранением кеннеди где-то тут связано тем более вот третий камень который у него был это невидимая тоже поддержка всего всего мирового империализма потому что он был очень хороший разлагающий фактор моральный разлагающий фактор по доктрине по разложению советской верхушки это третий был камень а четвертый камень это наркомафия вот сейчас только начали открываться связи с медельинским крупнейшим наркотическим картелем связи рауля кастро но не прямо через брата действовал во всяком случае там завязка трафик наркотиков был налажен вот и он и сейчас он продолжать того что это страна то нищие на что-то она должна жить ресурс у нее нету кроме сахара ничего сахара с ним не нужен сейчас везде сахар свекла то это производится любой дурак может и свекла сахар получить раньше просто его поддерживает тростниковый наши свое производство за загробили на украине и в россии а вот завозили по международным разделением труда брежневскому нет гибельной политикой экономической не самостоятельно вот такие четыре у него угла и он держался на этом очень проще это надежная у него был опор а поскольку он человек был такой еще связанный был до четвертой опорой я не сказал еще одна опора и вот от международная на через кат через иезуитов было это иезуитская межу мировая поддержка поскольку он являлся иезуитом он закончил из школу иезуитскую школу мало того что он закончил ее с отличие если сталина выгнали из такой школа то а он мечтал как сталин быть он это закончил с отличием эту школу иезуитскую дальше поступил он юридически ему надо медицинский он поступил юридически ну и вот он занялся это революционной борьбой потому что социализм коммунизм это один из проектов как раз и иезуитских и масонских проектов экспериментов ну как остров такой вот доктора мора ну вот мы и вкратце основании вот эти вот психоматрицы это говорится о том что человек опять работал не в своей тарелке все характеристики его были на медика но обладая самодурством таким и курсом и безбашенностью он свернул с того пути который бы был предназначен хотя в общем-то под конец он понял что медициной надо заниматься и он ее развил эту медицину мы вот эти отклонения в связи в плане вот этих вот жен всяких это мораль то есть социализм он стоил ама а полностью аморальный но для этого и предназначен был вот это же была клака для разглажения комсомольцев наших коммунистов все высшей полкина номенклатуры которые туда ездили отдыхать на курорты у них там может и и датчики какие уже семьи независимые образовались до сих пор вот матвиенко вспоминала сейчас по телевизору как какой хороший был кастер кстати говоря наша вот это вот сирена но не вильямса пугачева алла борисовна она когда была на кубе тоже она представительница вот в лекциях тут ездит а зондеркоманды и беде и беде 15 вот это в этой лекции говорю что она как раз вот из этой зондеркоманды и беде 15 и она с концертом сирена это выступала на кубе 81 году в 1981 году до того понравилась она нашему этому команданта коммунданты и коммунданты этот ее на три дня умыкнул просто из этой делегации ну и у охрана и граба стала это пугачеву и она исчезла но представители там кгб это еще где пугачева пугачева то нету обращаются охране это но охранник фидели кастре говорит не волнуйтесь ребята через три дня она появится ну и точно он ее на свой остров возил где там черепаха он разбит все в золоте у него там золотые унитазы ну как у но покруче чем конечно вот этого украинского батона нашего который сейчас показаний дает через скат через skype да через интернет дает туда показания на украину на батон ты это батон и голден батон вот такие дела то что мемуар это может алла борис написать она тем более там но не может она она же подписку в кгб давала она же их агент кгб пока еще не иллюстрированный правда но уже где-то этого об этом в интернете есть что она давала подписку почему почему ее на крючок схватила это кгб это почему потому что она когда начинала свою карьеру она ходила по гостиницам вот этим вот к иностранцам туда гостиницу россия и там выступала с концертами же она же везде выступала ну среди комсостава нашего руководства и она там рассказывала всем этим ребятам то которые приезжали там с посольства ездила на все и рассказывал все что происходит у нас то есть вела такую но ее на этом деле ущучили а потом перевербовали заставили на кгб работать вот она так и попала начала свои гастроли по германии там до куба и туда туда-сюда ну там уже конечно знали что особо ее там не и не раскручивают потому что знали что кто она что она себя уже представляет она как солженицын там засланка была туда засланка и вот она могла бы конечно написать интерьер вот то что она на острове видела конечно при желании может она когда-то мемуары напишет вот может быть там что там за что там с ней творилось на этом кубинском острове и какой как себя показал команданта какие у него как говорится эти но черточки я знаю все твои черточки и так далее песни то поется вот таким образом конечно человек был незаурядный талант необыкновенный был дан с детства но вот ваш во что он этот таланта превратился ну да вот он был диктатор вот все вот его хвалят а для чего что сделал такого что полезно потом оказалось что все дела их не все вот эти революции все пошли на смарку а а с его уходом там этого рауля там нагнут меделинский картель сейчас его закроет и все и рауль окончательно там подвисит и исчезнет потому что сейчас они по 5 ест в день то получается за счет наверно меделинского картель потому что у них же нефти нету них ничего нету но может быть кто-то подачки подает им еще и за изуитов может быть и и цру вот через дочку то который в цру работает алина 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 красная ну вот мы и закончили таким образом таки но вывод то основной тут никого мы не судим наоборот подчеркиваем что мы изучаем матрицу пифагора мы изучаем совпадение действительно для нас соответствует истина можно ли ей пользоваться нам для нашего случая для наших студентов для наших деток вот детки растут опять они могут попасть не свою тарелку не свои грегор выполнять польза от них никакой народу не вы и самое главное что им то на том нечем будет отчитаться перед богом это нечем так вот разобраться ну что вот я людей не любил я это там детей плодил от налево направо ходил чем он будет отчитываться перед богом отчитывать отчитывать все равно придется всего доброго здоровья вам и занимайтесь своей психоматрица потому что с каждым разом изучая этот вопрос я убеждаю что это вещь очень точная хотя она очень древняя она древние как вот пирамида и как сфинс вот вот эта наука но почему то она вот срабатывает и в данном случае тоже до следующих встреч будьте все здоровы